привет друзья с вами вами и это вновь crown trick прошлый раз я умер на боссе 2 уровня кажется какого-то уровня и это был немножко странный немножко неприятный босс может быть сегодня пойдет получше потому что позапрошу раз я дошел до финального или что-то типа того но посмотрим посмотрим хочу ли я что-то сделать с этим улучшение арсенала увеличивает шанс появления оружия высокого качества в зале входа вообще 200 кристаллов этих осколков не помню как они называются один мгновенный перенос при использовании эликсира это нормально увеличивается шанс найти оружие высокого качества тоже нормально здесь больше шансов встретить торговца на черном рынке в мире снов урон всех предметов я ими особо не пользуюсь так что не уверен с босса выпадает на 10 процентов больше осколков души наверное стоит взять кстати чтобы быстрее фармить осколки быстрее открывать все остальное так что пока что возьму вот это я посмотрю может быть я могу здесь что-нибудь новое получить до 20 как раз убирает одно допачку разгром при нанесении урон противникам синих плитках но все по 3 звезды плюс 20 качкам здоровья каждый раз когда вы наносите урон минимум одному врагу на при этом минус 80 процентов максимуму это как-то ваншот на по моему наверное это то что пистолет я дробовик дробовик звучит интересно это белка звучит интересно ладно она вроде бы открылась там вроде бы открылась ну и тогда поехали поехали умирать наверное может быть убивать после увеличить урон на 7 навыков им фамилиров может быть стоит что-нибудь такое использовать потому что я довольно массово использую навыки но с другой стороны прям совсем массовых использовать ману не хватает так что это нужен будет еще какой-нибудь билд ману посмотрим а что это звездный кинжал опарные клинки накладывает случайный баф или случайный дебаф элемент каждые семь попаданий повышает крит урон а парни ки бьют в упор одну клетку только но они бьют два раза заход и наверное в этом есть какой-то смысл что у них дпс выше из-за этого или что-нибудь подобное но не знаю не не уверен все это братья хотел посмотреть просто но это дробовик получает физ защиту соответствии с макс урона нанесенным одиночным попаданием длится один ход крит шанс мне интересен дробовик по его потом на атаке но не уверен он кстати все да он все три дня не все три во первых там 4 клетки а не 3 во вторых он либо ближайшую либо дальние 3 все одновременно но интересно это рукавицы больше шанс поглушить и это копье усиливающий урон баф когда регулярно наносит рон обычно атакой и получает усиливающий получаемый урон дебаф при постоянном получении урона звучит так себя ладно попробуем дробовик и попробуем зелья защиты от элементов ну да дробовик немножко интересен своим паттерном что он типа на ближайшей клетке больше урона наносит а а стоп мне нужно да мне нужно вот это вот еще взять на дальних клетках он не больше урон наносит а кого я хочу взять тут сплошной яд а тут неуязвимость и вместо получения урона повышает мощь навыка следующего использования навыка или же ауешка ветра чем дальше вы отцельзем выше урон это интересная белки а это ядовитые белки верны интересная белки это более хороший план так что поехали и нет скролить тут нельзя этих миллеров может быть в других кристаллах она в комментариях писали типа попробуй простроить когда их три на выбор но увы они не строятся плюс 30 ко всему на 7 урон минус 30 по всему получаем урона интересно ладно урон как-то все равно маловато это дробовика может быть потому что у этого конкретно дробовика ну или может потому что это враг был живучий ну ладно я бы хотел что-то видеть также я бы хотел куда-нибудь у телепортиться и перезарядиться окей пока чувак и пока чувак пиратская пушка а у яшка полезно и там еще одна такая хрень преследует что-то не похоже фига не хотел стрелять ладно а можно я буду а в комментах писали что типовой еще в первом видео писали поставить в настройках помощь в навигации атаке оружием она блин включена самого первого видео но 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 все равно она все равно через жопу так что да типа если я кликаю не идеально эту клетку а куда-то примерно в ту сторону но примерно в ту сторону то оно не поворачивает меня хотя и снижает весь получаемый урон а это не то что мне нужно было сделать окей разгромлен какой-то щупальц которой я не могу дамажить но которая меня может дамажить ладно ладно как-то я очень сильно огребаю надо враги тоже очень сильно огребают 3 потому что он кстава в атаку или нет я не обратил внимание чтобы он кстава в атаку но ему снес 3 очка разгром сразу это было интересно но допустим а наверно надо будет похилиться в следующей комнате но в следующей комнате с врагами здесь конечно тоже можно древний эликсир а это интересно эффективность вашего эликсира увеличивается на 50 процентов до шкарно также слегка осматривать стены тоже секретки в них есть и они в принципе заметны если на них смотреть не сможете изменить оружие не а мне не очень нравится дробовик так что я бы хотел изменить оружие на самом деле тут мне не вас как типа ус ок эта хрень просто сожрала противника или что отправляет обратно из другого альмана то есть это телепорт ладно допустим какая-то уешка то есть в принципе я могу сделать вот так а можно этот краб не будет меня сквозь стены дамажить очков разгрома сношу первым выстрелом я снес 5 вторым 4 типа поскольку шотган дамажит три клетки то в упор он дамажит как бы три раза еще плюс 1 очко из за того что в упор может быть так может быть так меня напрягает напрягают синтакли так так пока чувак сойдет я получил урон по крайней мере я избавился от чувака а наверное все таки выпить лук потому что у меня как-то очень мало но при этом хилка меня очень сильно сидит так что это нормально краба можно разгромить полностью ну как бы в упор шутган дамажит неплохо но его проблема в перезарядках то есть он он дамажит неплохо два хода а потом я грибаю и мне нужно или перемещаться или еще что не делать чтобы перезарядиться так что не уверен типа если за эти два хода не убиваю противника то все не так хорошо ладно я возьму весь получаемый урон снижается на 3 это у меня было в прошлом видео и это там было бы достаточно эффективно потому что всякие яды и крыло течение она тоже блочит это хорошо просто я я естественно через 30 секунд после получения этой брони забыл о том что она существует вообще но это нормально ладно заряженный удар током в ближнем бою имеет шанс парализовать когда этот навык использован дважды он превращается в супер удар током или же стрясающий землю удар через раз нанося 61 урон электричеством длится шесть ходов ага то есть это большая уешка которая овертайм дамажит видимо интересно посмотрим так гарпона механизм если вы активируете механизм гарпона выстрелить противником точно в голову на если активирует противник что ага ну это эффективно здесь просто пробежать по этим клеткам и убить всех врагов это вполне эффективно пока чувак и пока чувак 5 очков разгрома за выстрел это вполне шикарно так что может быть дробовик это все-таки хороший план и получается это будет 6 если противник кастует что-то и и он в упор так секретка куча золота достойно тем более тут еще что-то цветок метеоритного дождя урон огнем по квадратной области 3 на 3 плитки которые после этого очень но если бы если бы плитки после этого не то это был бы плохой плохой навык наверно 1 что это автомат жадности у меня есть приличное количество денег поехали посмотрим 50 это деньги плюс рандомный активный предмет правильно расходник еще разок восстановление хп плюс кристаллы еще разок неплохо вроде бы не уверен что это реликвия или что не нужно еще 100 чтобы получить какую-то пушку мне наверное вот это реликвия это на это хрен его знает но 25 это не 100 10 серьезно хрен от дай пушку а почему она сбросилась 0 то что вообще ничего не выпало и тогда нас сбрасывается в ноль или что когда вы или не будет противника что я нифига не понял ладно это было не очень выгодно ок как потратить все деньги не получить ни хрена казино она примерно так работает а ладно я пока что никого не хочу менять надо потестить разных разных миньонов так что пока что пойду сюда по каким-то очень странным коридором надо пока чувак блин если бы шатган дамажил и на ближайшую клетку и дальше он был бы вообще супер кровот даже с такой перезарядкой а так не знаю это у чувака 7 очков это не то что мне нужно было сделать а я кину в него вот это так пожалуй потому что она потом после двух применений изменится на супер удар какой-то и мне хочется посмотреть что он из себя представляет а ладно я могу только туда поехать получен вызов используйте навыки в этой комнате менее десяти раз чем меньше использован навыков тем больше награда ну вперед вперед шатган он уже выбился и он ау и он нифига не умер это хрень всех союзников бафает или что я не понимаю может мне что-то кажется что да что они как нифига не умирают ну ладно цветы грозы и здоровый сундук зелье маны и просто куча золота я могу конечно еще раз в казино сходить но не знаю мне как-то в первый раз не понравилось и тут уже вход к боссу а там еще какой-то сундук так что гоу туда это просто куча денег за за ключ которого у меня нет не денег а кристаллов так что не это не стоит ну тогда босс ну тогда босс ну что больше как-то ничего нет посидон а в прошлый раз он мне не понравился вот этим своим чарджем а я не хотел в масло заходить ну сейчас я ему по 4 всего лишь сношу хоть он и упор ну ладно этот кальмар мне не нравится ну или он мне нравится потому что он отравил босса за спину а я кину в него такую ауешку он слаб к льду но у меня нет льда так и супер удар током в области 3 на 4 107 урон электричеством имеет шанс парализовать и снова превращается в удар током у него такой же урон просто он более ауешный не уверен что в этом прям много смысла ладно и от меня не дамажит вообще это хорошо этот чувак меня весит я думаю что это так сдавать я бы хотел у него выстрелить но в меня ауешет босс а вроде нажимал перезарядка это ладно так и в пищу q блин чон на белке не юзает а просто память атаку не очень эффективно для меня также не уверен что мне стоит вообще выбегать из яда потому что он он меня не дамажит все равно ок я вот сюда пойду а вы все огребайте от молнии а и может быть я кину блин чуть чуть дальше чем надо так что я протонусь еще на одну клетку и потом кину вот эту таблежку и поймаю чардж который меня еще и станет и копье меня тоже станет и он меня просто станучит примерно все мои хп интересный босс и стоп что она мне за дот или на мне нет дота а и и у него есть дальность ясно вообще интересный вас тот факт что он чарджем станет и потом может по сути меня там с 200 хп до 14 заспамить пока я в этом стане это немножко нехорошо ну и также как бы чтобы не падать подачи нужно не быть на одной линии с ним но мне нужно быть на одной линии с ним чтобы дамажить его потому что моя пушка стреляет в основном на одной линии со мной удивительно ну ладно кристаллов я нифига не добыл так что гол еще раз сразу же местами в этой игре очень странные боссы и в принципе геймдизайн очень странный ну ладно а это еще один дробовик замораживает на расстояние как минимум двух плиток и наносит доп урон уже замороженным и каждый выстрел повышает атаку на 3 сбрасывается при ручной перезарядки при ручной это в смысле если я перезаряжаюсь когда у меня я просто просто при перезарядке при любой ладно ага призывает слугу дальнего боя накладывает на себя и и присвожник в щит пламени я помню все три этих чувака были когда-то наверное возьму три экстра потому что молнии довольно полезны что тут еще из оружия парнике каждая атака накладывает на цель дебаф дающий минус пять к офис защите накапливается до пяти раз длится два хода интересно копье раската в гром при совершении атаки с помощью этого оружия вы снижаете очки здоровья всех врагов в квадратной области 3 на 3 вокруг себя урон основан на ваших текущих очках здоровья обычные элитные враги получают пять процентов урона босса один интересно и меч иммунитет против всех статусов основанных на или основанных на льде атаках шанс заморозить заморозить атакую еще мне кажется даже интереснее так что голос мечом шотган конечно прикольный но глупо кашут мечом а сейчас я сам не туда клику ок ок очок и пока чоке немножко напрягает от чак который который я там заспамливает все вокруг меня может быть стоит его фокусить топор древнего дерева может быть более хороший план когда убеждаете врага с помощью обычной таки оплетает корнями всех врагов квадратной области вокруг вас и позволяет двигаться или атаковать атаки никогда не промахиваются тут у меня всякие бонусы полезные а тут авуяшка лучше и урон лучше но хуже бонусы к магии пожалуй я пока что оставлю мяч чак подходи вот чак подошел как он шикарно в своей же ловушке попадается регулярно я вообще-то вот на это вот чак окликал ну ладно правильно ли здесь что иммунитет против всех статусов или это тоже всех статусов ледяных надо будет протестить как-то так это оглушает и большого ничего нет ног в далеке вы замечаете фолиант спокойно парящий над каменным постаментом когда вы приближаете открываете от фолиант на первой странице начинает появляться волшебный текст запишу здесь свое самое скровенное желание за небольшую цену это желание точно исполнится когда-нибудь потерять 10 золота когда вы найдете книгу в здании и сможете получить 1200 золота короче сейчас получаю какой-то штраф но потом я нахожу другую книгу и получаю какой-то баф гарантированно ли она будет в этом ране или или что или как есть 200 золота у меня должно быть 200 золота угол так потестить запасов желание увидите как под уже имеющимся текстом появляется новая цена заплачена а теперь продолжай путь искать приключений когда придет время твое желание исполнится ок чертеж явно стоит взять а блин это чувак который нужно было убивать я не понял носит ряд к зато который приличное количество золота и крит урон нанесён с помощью крит удара увеличивается шансом норм у меня крит шанс какой-то базовый типа 5 процентов или что-то такое где-то где-то я мог посмотреть свои статы крит шанс 5 процентов ок так что в данный момент это не очень полезно но это в данный момент безумный процесс и степная молния которая правда довольно довольно слабо дамажит ну опять чувак ядом спамить ок чувак ты меня напрягаешь со своим ядом умри умри нет счете меня тоже немножко напрягают х я поймал одну обычную атаку но это не страшно наверно я довольно хороший урон видимо или я чё-то не понимаю но вроде шутган в прошлом ранее дамажил не мощнее в борт чем этот мяч ладно случайная реликвия весь получаемый урон в количестве до 5 уменьшается до 1 это наверное эффективно против всякого яда если я больше чем по одному дамажит по дефолту ну наверное лучше возьму молот бездны 2 до пачка разгром при нанесении урона противникам на соседних клетках это вполне сильно и он как бы легендарные редкие в общем же желтый синий это менее высокая редкость легендарно да окей и можно мне получить чувака которого я убил или или нет видимо нет видимо миньонов не дают при победе только когда я в первый раз побеждаю о там чё эти сами убирают шикарно ок все надо было пауков бить или по крайней мере не танковать это все все противники запутываются в паутине интересно рычаг который запутывает противников в паутине это странно а можно это будет что-то сделать потому что первое попадание убила как бы сделала трех пауков вместо одного большого а потом она несколько раз туда зачинила и абсолютно ничего не сделала это как-то странно вот так получше или типа мелкие пауки просто не могут получать урон на том же ходу ясно писали что вот так вот она показывает как бы иконка меняется если там есть пол или нет пола ну ладно возможно так работает или возможно просто можно знать как она идет или возможно кинуть туда какую-нибудь ауешку которая на землю на землю кидаются но у меня сейчас нет ничего такого короче интересная скрытка хотя может быть у меня есть что-то такое в активных но не вроде бы тоже нет хотеть я тут постою это чуваки пусть сами себя убивают блин когда он сам себя убивает он свои ловушки тоже убирает это печально ну вот они одновременно даже зашли на эту пятку но все равно убила чувака который ставил ловушки похититель душ топор снижает атаку всех пораженных врагов после мгновенного переноса получает 10 к счету на 5 ходов знак вопроса знак вопроса это в смысле там может быть стат но его нет потому что у меня не анлокнуты статные топоры достаточно адекватные или что-нибудь типа того не уверен ну я хотел потестить да на меня ну не на меня накладывается пролечь он просто почему-то не сразу появился то есть не меч не дает минимум ко всем статусом видимо ко всем ледяным статусом но если тут все ледяные статусы или просто лед не ясно но также я могу делать ледяные электрические шп интересно но также дайте второго меня на не уверен какого стоит яд на трех плитках по горизонтали под всеми врагами в пределах квадратной области 5 на 5 мгновенно накладывает на цель отравления и чуму четыре раза когда пораженная чумой цель 5 байт она также четыре раза накладывает отравление и чуму на врагов находящихся на окружающих кратках может быть ну или абадон потому что слуги чуть-чуть помогают и ищет пламени чуть помогают но я возьму ядовитого чувака потому что потому что чума вы слышите тяжелое дыхание на земле распространял распространился тощий боевой конь с длинными с длинным тонким хвостом он сильно ранен а в его боку торчит серебряная магическая стрела только затянутый по воде в перечень от крови а и и и можно так так оно все приносит случайную реликвию можно вытащить магическую стрелу 60 процентов шанс на успех и 40 процентов шанс на провалы снижает очки здоровья при провале видимо требуется 150 процентов мощи навыка для того чтобы просто это иметь возможность активировать или если у меня есть 150 процентов мощного то она эффективнее будет или она уберет провал может быть так можно эликсир потратить или можно просто убрать по воде и 80 процентов шанс на провал я потрачу эликсир потому что реликвия это хорошо успех вода из эликсира и стреляет боевого коня боевой конь поднимается на ноги благодарна тыкается вам в руку после чего исчезает во вспышке света и вместе вы обнаруживаете сияющие сокровища ок причем она конкретную реликвию дают они выбор из трех это немножко хуже чем чем я думал если вы потратили 30 очков маны на навыки вы получите плюс 20 процентов мощи навыка пропадает после применения навыка но до трех раз то есть типа если я 90 потратил на один скилл то я получу плюс 60 на следующий навык но у меня есть 60 полезно в любом случае можно блин что в этой игре с инпутами что типа кликаешь на какую-нибудь клетку и она считает что кликаешь не на нее она соседнюю или что-нибудь типа того здесь в телепорт прям нужно идеально в правильный пиксель попасть чтобы он сработал потому что если там если вот так вот кликнуть это не я я не кликаю на телепорт хотя как бы я явно на него кликаю непонятно и неудобно а я не хочу тут быть я хочу вместо этого кинуть этот ауешка посмотреть ага то есть она вот так вот по горизонтали по вертикали это вдоль линии от меня до противника по горизонтали это поперек видимо так имеется ввиду ну ладно неэлектризованный яд отравленный парализован водич на окей а я затупил слегка этих чуваков я бы сразу могу хорошо дамажить и все тупиковая комната даже без секреток наверно я уже две секретки на этом уровне нашел так что вряд ли есть еще так что поехали к боссу есть у меня сейчас баф до плюс от поздних мощных о нет опять этот чувак я не понимаю этого босса так же я уже потратил огромную кучу хп я думаю хилка чувак хватит блин телепортится вот хочу ли я в него кинуть что-нибудь более эффективное проблема в том что цепная молния не перекинется на того чувака правильно так что это не очень эффективно отравление и чума будет ли его яд сквозь щит дамажит и чума это чисто чистое распространение яда статус окей можно мне да вот это вот меню на которой который дает хрень которую нужно подбирать отдельной кнопкой потому что так надо ну я его под ловушкой кстати вырубил поможет ли мне это не уверен но посмотрим ну да это я его задамажил причем довольно адекватно так там какой-то страшный чувак не уверен что что хочу с ним связаться но наверно я могу сделать так и наверное я могу сделать так и вот так а я стою под ловушкой это не очень хорошо с другой стороны я могу телепортиться спине почему я нажал атаку но при этом а потому что мне пролич охрененно на меня пролич непонятно хотя ну по крайней мере удобно что 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 вырубание его щита станет его достаточно долго почему сейчас я в него кликнул но при этом я не ударил но при этом я пропустил ход я не понимаю эту игру иногда в плане ее инпутов и подобных вещей ок пока чувак мне совершенно не нравится этот босс и опять же я совершенно не понимаю эту игру в плане ее инпутов ладно цвет параметров мощь навыка или крит урон а у меня есть плюс крит урон уже так что может быть имеет смысл билдиться в крит массовая но с другой стороны крит шанса у меня нет ну или есть или это если в течение этого хода вы не получили урон ваш крит шанс увеличивается на 20 процентов на один ход то есть это просто плюс 20 процентов крит шанса это плюс 5 криту каждый раз когда я не критую но сбрасывается при критах мне кажется просто плюс 20 будет немножко эффективнее немножко стабильнее конечно и то и то было бы круче это как бы плюс 20 если я не получаю урон на прошлом ходу я так понимаю в том смысле что получение урона на этом ходу это прямо перед моей атакой а не то что я ударил и одновременно может быть кстати и так если одновременно с этим меня ударили то я не имею этот бонус крит шансу не ясно ну ладно поехали сил и магазин и может быть стоит более крутую пушку взять зеленый пистолет каждый выстрел из этого пистолета вызывает взрыв перезадатка вручную тоже вызывает взрыв дамажит ли меня этот взрыв или же копьё оранжевые звезды 32 урона в два раза дамагу и мои текущие пушки больше бонус навыков и плюс 30 процентов к урону обычно таки против врагов на расстоянии двух клеток а пожалуй стоит это копье взять также я посмотрел на описание своего меча это фростморт оказывается а так что тем более стоит это копье взять окей что тут есть интересного плюс ману при полном хп когда покрыть жиром плюс 20 процентов урона обычной атаки потери каждых 30 процентов 30 здоровья просто не процентов плюс 50 процентов павка на 7 урона пропадает после нанесения урона не это звучит так себя а тут я что могу сделать перековать то есть это заменит мой урон обычной атаке или она добавит в знаке вопрос новый я не уверен на всякий случай не буду трогать потому что мне нравится урон обычной атаки я могу за 20 золота зариролить это все и получить амулет дикости поглощает собственные бафы это тоже самое проходя мимо лавы вызывает взрывы ну это конечно интересно но нет когда цель на расстоянии как минимум трех плиток наносите урон обычной атакой это я не могу делать урон статусов элемента сокращается вдвое при нападении на противников с очками здоровья меньше 25 процентов на 7 урон увеличивается на 20 процентов это не супер ценно это поможет немножко быстрее добивать боссов ну и пожалуй все потому что обычные враги скорее всего и так умирают если у них меньше 25 процентов хп ну пожалуй я возьму и пойду пойду смотреть что дальше башни грешников а дальше всякий спам 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 толп врагов могу ли я могу вот так вот сделать отравить их всех х а а потом вот так вот сделать и нанести до хрена уронах это огненное это взрывное копье какое-то или нет как блин посмотреть и нормальные элементы тут она без иконок не ясно совсем не ясно а я думаю вам нужно такую штуку а потом такую штуку если противника убивает то на него все равно цепная мало не работает это интересно там какой-то эпичный чувак владыка морозных рук а думаю ему нужен яд создает щит поглощение и замораживает всех отковавших вас врагов нуф нет не замораживает потому что я его блин ваншотнул копье дамагово вполне дамагово а нехорошо ну сдал это довольно хорошо чувак ну блин я его сейчас не добью чувак умирай умирай ты тоже окей не вижу особого смысла на самом деле ломать всякие бочке получать из них копейки золота потому что это не в большинстве ситуации не играет никакой роли а тут вот может быть я вижу смысл получить 100 100 кристаллов но пока что я подожду тут это рулетка с которой я не особенно хочу взаимодействовать там конечно две фиолетовых пушки но мне пока что нравится мое копье и и тут можно взять кого-нибудь лорд демон стойка демона дарует вам силу демонов на десять ходов повышаю урон вашей обычной атаки после каждого хода но есть 19 урона огнем всем врагам в квадратной области и 30 процентов нанесенного урона превратиться в щит и прибытие это телепорт соглушением это было бы очень круто если бы у меня все еще был меч или топор или еще что-нибудь что вплотную дамажит потому что это я активирую и получаю щит и дамажу одновременно врагов вплотную ко мне а это позволяет мне телепортироваться к этим врагам вплотную и нанести им урон и оглушить и все там подобное и мощь навыков повышается но поскольку у меня копье которое более эффективно не в упор то наверное не стоит это отбрасывает и создает ядовитый плющ это стартовая хрень в общем я пока что оставлю то что у меня ладно тыквенный жнец окей паура слабости снижает весь урон наносимый врагами в квадратной области это интересно и это хорошо опять же сочетается с тем что у меня копье которое позволяет мне дамажить его не подходя к нему вплотную и не попадая в эту овешку хотя и это какая-то земляная атака это лучник стреляет и хрен с ним на самом деле весь урон наносимый врагами то есть не не то чтобы там только атаки или что-нибудь подобное а именно что вообще весь урон опасно могу его выбить и нанести ему кучу дамага прям совсем кучу дамага почему у него белка ураган тыквы но при этом дамажно на землей хотя наверное логично ладно интересно можно еще крита получить или кубик работает он не работает на крит правильно доп статусов папа так уменьшение расхода маны и все там подобное я возьму еще крит типа сейчас у меня 25 процентов крит шанс и с каждым не критом он повышается еще на 5 это вполне круто окей создает высокобальное землетрясение влияющие на всех врагов и наносящий урон земли по квадратной области 3 на 3 вокруг каждого врага ага то есть у него огромная ауешка и она вокруг каждого врага делает ауешку пересекаются ли они типа если там несколько врагов вплотную друг другу стоит каждый из них получит урон несколько раз если да то это довольно круто что-то сильно физический миллиард наверное возьму вместо вместо яда потому что мне эти обилки кажутся интересными они довольно дофига маны жрут но это также сочетается с этой маской то есть я могу плюс 60 мощный навык получить просто кинув враган тут написано наносящий урон земли на не написано какой урон это тоже чуть-чуть странно ну ладно чуваки смотрите как я умею этого чего почти убила этого чего вообще убил этому не свою немножко дамага ок а это 28 физический урон накладывает оглушение может быть она не она урон земли я думаю может быть она урон моего оружия наносит или что-нибудь такое не похоже это наносит довольно мало 28 это как-то вообще ни о чем но при этом она оглушает и при этом она собственно позволяет мне телепортнуться противнику по сути не тратя при этом мой телепорт обычный так наверное какой-то смысл есть ок я туда телепортируюсь я не уверен дамажит ли она по несколько раз врагов если они в одной друг другу как бы я бы ожидал что если там три врага застаканы так то их всех убьет нахрен потому что это не то что прям супер крутые враги но убило двух из них так что наверное она не стакается по урону но тогда нахрена она вообще уешка учитывая что она мгновенно дамажит так что может быть она стакается по урону но просто очень мало его наносит изначально и смысл как раз в том чтобы стакать много врагов но это все равно плюс 20 процентов к мощи навыка хотя я потратил сто я не понимаю эту маску типа до трех раз я получаю бонус к мощи навыка но при этом когда я применяю на типа если я применяю навыки я получаю бонус который стакается до трех раз но при применении навыков он отваливается то есть он либо должен стакаться до трех раз за одно применение чего он не делает явно либо это просто бред какой то что выглядит более реалистично отец пока чувак незначительный урон лавой проклятый сундук у меня нет доспехов которые минус 3 получаемого урона но хотя наверное убить одного врага это не сложно если я могу использовать телепорт так что его попробуем типа просто протонант сюда пройти вниз там какой-то пингвин есть в следующей комнате его отсюда видно но не отсюда но от входа в ту комнату а нет открыть причем я даже сделаю вот так отнимает указанное число очков здоровья он отнимает 3 тут нет указанного числа 3 и блин это довольно много на самом деле используйте оружие в этой комнате менее десяти раз использовал и от бледа избавился но при этом больше сотни хп на него потратил это печально противопаралич чертеж предмета я вроде уже был чертеж талемана или умирал с ним наверное умирал с ним просто мать и теперь можно вернуться и взять там реликвию если берем сразу взял то у меня было бы сейчас не сто девяносто восемь хп типа 178 ну не настолько но хотя три хода чтобы дойти до нее и может быть еще один на подбирание тратить так что на 9 или на 12 поменьше было бы что довольно неприятно ну и сама реликвия тоже ммм окей ага она создает ауешки с ядом на всю арену что-то такое было но при этом эти ауешки считаются врагами для этого спала ну не ауешки а кристаллы которые отец создают но с другой стороны я прямо сейчас наверно не хочу от них так избавляться хочу ли я в упор ударить наверно не очень ок вот сейчас я хочу это ауешку сделать потому что там два раза нанесет урон или можно наверное кстати цепная молния в такой ситуации была бы эффективнее на самом деле ну ладно у нее слабость к моему элементу так что вообще все хорошо на самом деле ок 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 я отойду и буду дамажить задалека на кучу дамага а двести сорок восемь крит неплохо от чего у меня на 7 урон повышен не уверен но я не против я кинуть свою молнию сюда а не добью ее изи особенно учитывая крит и по 250 ладно связующие жизни так но это уменьшает получаемый урон при атаке поглощает десять очков маны и увеличивает урон обычно атаки на 50 процентов звучит имбово для для белого релика типа каждая вторая атака на 50 процентов дамага я и еще и ману поглощает или не амой моей маны наверное имеется ввиду тебя трачу ману на атаку но на дамажу тогда тогда нет при поражении противника навык у него соответствующий сопротивление элементам снизится или или весь получаемый урон в количестве до 5 уменьшится до 1 я не хочу отобрать получается потому что как бы урон обычной атаки это хорошо но тратить 10 ман на каждую атаку это не настолько хорошо я все-таки иногда кставать тоже люблю так что выбор между тем что получать немножко меньше урон когда я получаю мало урона или снижать элементы но я блин не так уж много элементами дамажен наверное это хорошо сочетается с земляной уешки которая много раз дамажит окей я думаю мощь навыка и поехали так окей хил магазин тут бур который пронзает небеса у него чуть чуть больше урона но физика вместо взрыва и нету бонуса со расстояния так что пожалуй нет урон ветром я особо не ношу кубик удачи это интересно электрический шар тоже интересно но у меня денег только на 1 из этого это типа еще одна цепная молния правильно которая такая же только при убийстве противника сама касается есть ли у меня что-то что прокает вот это будет дважды ролиться и все что все остальное это не против так что кубик особо того не стоит а вот это можно взять наверное наверное типа более мощные криты было бы хорошо от кубика если бы у меня было больше всяких проков то было больше смысла в нем и глубины океана я думаю вам нужно камень минус 30 сопротивление земля я думаю вам нужен чардж и цепная молния тоже не помешает и у меня 0 маны но с другой стороны мне и не надо пиратская пушка еще одно что у меня самое бесполезное надо что-нибудь юзать из этого наверно вот это вот потому что она оглушает просто неэффективно против больших целей уху уху окей ловите такое и такое изи ноль раз использованное оружие жаль это дает только деньги надо тут опять краб да ладно пока чувак это все еще на холдауне и остался только сам краб который там получает яд массово я бы хотел туда телепортироваться я бы хотел вообще какой-нибудь предмет который там релик или еще что-нибудь такое который повысил бы дальность мгновенный перенос на 1 это было бы суперполезно надо хочу ли я его ударить в ближнем бою это снесет с него 4 очка но сейчас 5 ослепленный маслом просто начинает двигаться открыть на ощупь что это значит то что он не меня атакует хотя и шикарно удачи ему в этом я думаю ему нужен крит на 102 еще на 177 супер удар током заряжен это нехорошо и стоп он не обилка в том плане что она мгновенно использует это было слегка неожиданно надо он не от обычная так что я буду делать отойду и давью его матери на 50 процентов больше урона плененным противником принесение урон противник на синих клетках вы получаете щит я броню потому что игнор ядов и прочих дотов это вполне неплохо свиток параметров или свиток бесформенных кулаков у меня два ключа так что это это наверное могу открыть но наверное бесформенных кулаков это а я возьму просто атаку наверное это расходник но я хочу знать не это реликвия при каждом уклонении на стоп урон у меня шанс уклонения типа пять процентов так что это не очень эффективно на 1 вау это их даже не убила вот так лучше это можно было бы взять наверное нужно было бы взять ладно книга воздаяния в далеке вы замечаете фолиан спокойно парящий над каменным постаментом знакомое зрелище когда вы приближаете открываете этот вариант на 1 странице начинает появляться волшебный текст желание верующего это будет исполнено переверните страницу и получите желаемое или можно просто уйти сохраняется ли она между ранами типа если я сейчас это не беру могу ли я взять эту награду в следующем ране или что-нибудь такое может быть но я пока что сейчас его исполню если это сохраняется между ранами то это может быть очень эффективно особенно если у меня какой-то неудачный ран и я нахожу эту первую книгу и могу в этом неудачном ране там уменьшить свою атаку но при этом в следующем каком-то ране получить баф атаке более сильный или еще что-то такое не могу этого еще взять могу может быть я могу это взять потому что у меня был свободный слот или то что у меня вроде бы и было три короче не ясно окей земли все сразу плюс сто процентов урону и я кого-то там убиваю и в них летят молнии круто еще немножко молнии еще немножко молнии вас хотя я думаю вам тоже нужно немножко земли но это немножко хуже от никого не убила а немножко молнии во сойдет цветок агрессивного яда наверное как-то обойдусь без агрессивного яда не особенно хочу с этим связываться там еще два выхода лестница это где начало уровня было видимо да да у этих чуваков минус 30 процентов к получаем урона так что с этим нужно что-то делать пока и пока и тебя тоже пока тут даже не пришлось давать всем немного земли пушка лови чувак не то что прям супер эффективно тут наверно не помешает немного земли потому что они застаканы это явно два раза я сдамажил просто у этого у этой белки не так много урона но если кидать ее когда вроде вплотную друг другу то она несколько раз дамажит если бы на ней было написано сколько на ней урона то это было бы наверное немножко полезнее и адекватнее но увы это просто обратно ладно в итоге я везде был так что поехали к боссу опять посидон его яд меня не дамажит не должен по крайней мере это слишком далеко земля земля что он сейчас заряжает не уверен а он а да он так вроде бы вроде бы он так умел и он этим хилиться или что-то подобное да причем адекватно так хилиться ну ладно я могу его выбить и нанести ему 32 321 класс и у него плюс 50 ко всему наносимому урона но но он встанет так что так что это ему не помогает окей не надо в меня копьё кидать но надо в меня копьё кидать но не надо меня этим копьём дамажить ау ну к счастью он меня не избивал в это время а просто призвал кальмара но это всё равно чуть подло я поселюсь я бы хотел чтобы этот кальмар был ближе вот так сойдёт ловите и ловите я протону сюда не уверен что там происходит тут происходит разгром и молниевый шар еще один и убит а это интересно гарантированная легендарная реликвия или что-нибудь такое но случайно редкая да меньше расход ман но больше каудаун не очень при нанесении крит урон противника накладывает 1 случайный статус элемента и а это урон в водой намокшим целям блин почему три легендарных реликвии они все говно ну это наверное самое адекватное я довольно часто критую так что я буду накладывать статусы но один случайный статус, это не то, что прям суперполезно, по-моему. Но другие два варианта, это либо один плюс и один минус. Типа, что там было? Минус стоимость маны и плюс кулдауны, что нехорошо. А второе, это нужно водой урон наносить. Чего я, в принципе, не могу делать. Ну ладно, тут я возьму атаку. Белая сфера какая-то. И поехали дальше. А, до этого я, кстати, взял там был выбор крит урон или просто урон, и я взял просто урон, потому что он и крит урон повысит тем, что крит урон от базового урона скейлится, так что, по-моему, это немножко более немножко более интересный план. Шанс повторного применения навыка на одной и той же цели, однако урон навыка сократится на 50%. Я вот насчет этого тоже не совсем уверен, что, типа, урон навыка повторного сократится, или всегда минус 50% урона на 50% шанс двойного каста, и тогда оно нихрена не делает в каких-то ситуациях и делает хуже в каких-то других, и никогда не делает лучше. Наверное, логично было бы, что повторное применение с половиной урона только идет. Но хрен его знает. Я зареролю еще раз. Блин, интересные бафы. За каждые 10 попаданий расход мана для следующего навыка снижается на 100%, или же плюс 10 к мане за мгновенные переносы. И то, и другое довольно неплохо, я могу взять и то, и другое. Окей. Мана. Поехали дальше. Мир королей. Ну, может быть, получится что-то с боссом сделать. А может быть и нет. А можно как-то поплотнее встать, чуваки? Я, конечно, могу их сам поплотнее поставить. Типа вот так. Типа вот так. И еще и цепной молнией. И это нифига никого не убило. Ну ладно. Вот это кого-то убило. И это. И это. И это тоже. Сойдет. У меня сойдет. Сразу разгром и убийство, и еще разгром. Ау. Еще убийство. Но не сразу. Топор так себе, парники. Когда-нибудь в другом ране, может быть. У, как там все плотно стоят. Сразу плюс 100% к урону, сразу. Несколько врагов умирают. Нормально. Из-за здоровой толпы остался один Бэтмен. Барьерный клинок. Каждый раз, когда ваша атака попадает по цели, счетчик, когда ваших навыков уменьшается на один ход. После мгновенного переноса получает плюс 10 к щиту и повышает крит урон. А, вот откуда у меня был плюс урон тогда. Может быть, даже есть смысл взять этот клинок. Потому что он уменьшает КД. Но, с другой стороны, я маной ограничен больше, чем КД. А копье все-таки позволяет на расстоянии дамажить. Это иногда полезнее. Ладно. Миньонов я не хочу менять. Ммм. Как вы так все вроде умрете с одного удара? После открытия этого сундука. Пройдите три комнаты сражений, чтобы избавиться от этого богосовения. Боссы тоже будут умирать с одного. Потому что, если да, то я, может быть, не хочу три комнаты проходить. Я хочу сразу к боссу идти. Ну, не знаю. Гоу. Учитывая, что я могу просто заходить в комнаты и... Это, кстати, не должна была у меня сундук дать какой-то. Не уверен. Но, учитывая, что я могу просто заходить в комнату, прожимать три и убивать абсолютно всех врагов в этой комнате. Если они от этого снова будут умирать. А не только от оружия. Наверное, это довольно эффективно. Вы идете по темному туннелю, вы не слышите ничего, кроме собственного спокойного дыхания, до редкого падения капель воды на землю. Пройдя некоторое расстояние в полной тишине, вы вдруг замечаете странный храп. С каждым вашим шагом он становится все громче и громче. Поиски источника этого надоедливого храпа приводят вас в просторную пещеру с грудами сокровищ. Храп издает кентавр, крепко спящий на одной из груд сокровищ. Вокруг ничего не подозревающего создания находится довольно много бочек со взрывчаткой. Вы продумываете свой последующий шаг. Я думаю, стоит взорвать. Успех. Ваш самодельный запал сработал идеально. После взрыва с страшного весь тоннель вы обнаружили, что кентавра разрывала на части. К счастью, сокровища ни капли не пострадали. Пас. Случайное оружие. Не особенно интересно. Ну окей, взрывать кентавров весело. Чуваки, у меня для вас ваншоты. Очень медленные ваншоты. Но ваншоты. На сегодня навыкам урон плюс 30%. Однако при нанесении урона с помощью навыков ваше очки здоровья уменьшается на 5. Не. Снижает получаемый урон лавой на 70%. Восстанавливает 10 очков мана каждый раз, когда вы получаете урон лавой. Я не уверен, насколько часто я получаю урон лавой. Так что, наверное, я лучше возьму с шансом снижения затрат маны. Упс. Я как-то далеко сошел, но... Но все равно ваншоты. Тут какое-то казино опять. Учитывая, что это финальный уровень, наверное, имеет смысл потратить все деньги в этом казино. И может быть что-то получить, но... Но не хочу. Маншоты. Класс. Ну, от проклятия я избавился, но я не уверен, что это мне что-то дало. Потому что, как бы, там было написано, что при открытии этого сундука вы получаете проклятие, но сундука там не было. Там была только статуя. Может быть, можно к ней вернуться? Конечно. Или это просто именно что... Суть этого действия в том, что я буду ваншотить врагов в следующих трех комнатах. И все. И они меня тоже. Видимо, да. Ну, ладно. А, два ключа за два мяса? Не. Я как-нибудь обойдусь. Ура, босс. Правильно. А, я там еще не был. Так что, не совсем правильно. Передвиньтесь меньше десяти раз в этой комнате, не считай мгновенный перенос. Он слаб к земле. Так что, да. Зачем двигаться, если можно один раз прожать скиллы и ваншотнуть всех? Еще пятьдесят часов кастовать. Кастовать молнии. Здесь стоит что-то еще. Можно уничтожить. Окей, снимает намокание. Автоматически активируется при намокании. Нет, конечно, хра... Хорошо. Ничего не было. Но не знаю. Пожалуй, я все-таки пойду к боссу. А. Блин. Ну, это все уже было, вроде бы. Я думаю, испытание силы в этот раз. Потому что в испытании мудрости были какие-то очень странные шахматы. А тут он просто босс. Получает ярость каждый раз, когда вы получаете или наносите урон. Не уверен. Он слаб к яду. С каждым разом повышает весь наносимый урон на пять процентов. Ну, окей. Есть ли у него просто автоатаки? Взрывается через пять ходов или при приближении цели. А можно на ней будет написано, через сколько конкретных ходов? Я думаю, его стоит просто выбить. И отойти, и пусть оно в него взрывается. Он отравлен. У меня вроде ничего ядовитого не было. Он сам себя отравил. Он слаб к молнии и... Ну, к молнии, потому что я в него молнии кидал. Но к молнии и яду. Есть ли у меня что-нибудь ядовитое? Нет. Электрического тоже не особо. Ну, навыки. Наверное, можно один раз в него еще кинуть молнию. Но учитывая, что он тут один, наверное, больше смысла просто его избивать. Окей. А, а можно так не делать, чувак? Угу. Реально меньше стало. Это не очень хорошо. Могу ли я здесь пройти? Нет. Ау. Ладно, я, пожалуй, поселюсь. Чувак, я хотел бы тебя дамажить, но... Но не уверен. Ну, у меня есть пушка. Это абсолютно тихрена не сделала. Если я сейчас ударю, он подъедет ко мне и нанесет мне урон. Да, блин. У меня всего лишь один перенос остался. Это нехорошо. Ну, ладно, я могу его разгромить. И потом отойти еще кучу урон нанести. А? Можно мне все-таки чуть-чуть побольше места на арене? Не, я, конечно, и так его запинаю, наверное. Потому что у него мало хп. Странно, что не написано сколько. Потому что щит у него был, и там было написано, что типа 220 щита. Хп у него... Ээээ, сколько-то? Меньше, чем 239. Ну ок. Почему бы не написать? реликвия фрагменты снов хотя окей сюжет и все такое и выход еще сюжет ну вроде неплохо копьё довольно эффективно а у яшка земли по всей карте довольно эффективно так что да доступен новый контент новый торговец ядро сна в зале возрождение теперь доступен кристалл фамильяра добавлены более сильные боссы новые черты окей и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, день-два Но опять же В следующий раз А на сегодня на этом все Я надеюсь вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Ваймс Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok